Отпечаток получен? Для того, чтобы произвести снятие отпечатков пальцев, достаточно прикоснуться к считывателю на сканере. После чего необходимо пройти фотографирование, посмотреть в камеру и нажать на экран. Биометрические параметры заявителя сняты. Буквально от друзей услышал, что можно сделать теперь от МФЦ. Пришел раз и все. Паспорт, можно сказать, уже готов. Раньше я получал это в паспортном столе, а здесь это как-то все быстрее, новее. В следующий раз Олег Порфирьев придет в офис «Мои документы» уже за готовым загранпаспортом. Его выдадут через 30 дней. Если гражданин не из Татарстана, то забрать документ можно будет через три месяца. Криптокабина работает в течение рабочего дня, без перерыва. И с его помощью планируется разгрузить очереди заявителей на заграничный паспорт, в том числе и в паспортных столах города. Такие криптокабины уже установлены в восьми многофункциональных центрах Татарстана. В Казани это первое. Криптокабина работает исключительно по защищенным каналам связи, которые защищены на достаточно высоком уровне, имеет аттестаты безопасности, которые составлены по требованиям ФСБ и ФСТЭК. Данные, которые заявитель подает в анкете и снимает биометры в криптокабине, они связываются уже в самом МВД. Сбор биометрических данных оставался единственным неавтоматизированным процессом. Теперь заявители могут самостоятельно оформить загранпаспорт нового образца. Для этого нужно подать заявление в МФЦ, получить индивидуальный штрих-код, выполнить требования электронного голосового помощника уже в криптокабине. Сотрудник МФЦ обязательно сопровождает заявителя. При этом он должен убедиться, что в криптокабину снимать биометрические данные заходит именно тот заявитель, который подавал документы. Ну и, соответственно, в случае, если заявитель затрудняется, может какой-то подсказки и помощь оказать. Представители многофункциональных центров уверены, что возможности криптокабин будут казанцами оценены в полной мере. Не исключено, что с заграничными паспортами дело не ограничится. Продолжение следует...